Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с нами снова Олег Матвеев. Вы уже слушали достаточно длинное интервью, или, можно сказать, практический семинар с ним. И я очень рада, что вы написали отклики, написали о том, что спасибо за интервью с таким интересным человеком. И, возможно, некоторые из вас уже перешли по ссылкам, которые ведут на вебинары Олега, и, возможно, даже уже и прослушали какие-то, а, может быть, даже и начали внедрять. Здравствуйте! Я, на самом деле, видел, что были переходы. Был у нас такой, ну, не очень большой, но приток был новых людей. Я думаю, что там какое-то количество действительно людей присутствовало, судя по отзывам, написанным от имени людей, которых я явно раньше не видел нигде в своих там каталогах. Ну что ж, это очень приятно. Да. А вот сегодня у нас будет еще одно интервью на такую, наверняка, я даже уверена, я от некоторых ей письма такие тоже получала, на такую тему, а каким образом Олегу удалось, видя настолько сложные, настолько в необычном, непривычном и совершенно не популистском ключе темы, настолько мощно, как это говорят в бизнесе, раскрутить свой бренд, вот говоря именно языком бизнеса, стать одним из самых известных российских тренеров, собрать достаточно большое количество аудитории, которая действительно слушает, которая посещает тренинги, которая внедряет, которая ходит на все тренинги, вот Олег любезно согласился часть этой кухни приоткрыть, и я уверена, что так как среди вас людей достаточно много творческих, которые сомневаются в том, что а мое творчество, а кому оно нужно, а вот покупают только всевозможную попсу, послушать для того, чтобы убедиться, что это не так, и вдохновиться этим примером. Ну я постараюсь что-нибудь вдохновляющее рассказать, насколько это возможно. Ну, во-первых, на самом деле, я когда размышлял над этой темой, я сразу подумал, что, конечно, у меня в жизни был достаточно большой период накопления, скажем так. Нельзя сказать, что я как-то осознанно планировал что-то такое делать, и для этого осознанно предпринимал какие-то шаги. Были просто темы, и не одна тема, которая меня сильно интересовала, я ими занимался, и накапливалась у меня какая-то информация. Достаточно долго эта информация была такой разрозненной, в общем-то, лежала в разных отделах, так сказать, моего мозга, да, или моего ума, и она никак не коррелировала, и не связывалась с нечто единое. Вот, это, наверное, такая вот первая вещь. То есть я на самом деле начал более или менее осознанно планировать именно там тренерской деятельностью заниматься, когда мне было уже лет 35, то есть, в принципе, нельзя сказать, что я был молодым человеком, и что я юношей был, да, ну, был молодым человеком, но и не был таким наивным юношей. Как часто сейчас бывает, как раз когда речь идет об инфобизнесе, когда смотришь, видишь, что там какие-то 20-летние ребята, вот, всех там чему-то учат, и так далее, и так далее. Я это для себя оправдываю только тем, что они, видимо, еще шишек себе не понабивали, и поэтому полное отсутствие жизненного опыта позволяет им быть достаточно наглыми, и считать, что они что-то об этой жизни знают, поскольку они с ней просто не сталкивались никогда. Вот, это, наверное, первый момент. Основная, насколько я вот сам себя понимаю, цель, которая, не цель даже, а как некая мотивация, которая у меня присутствовала, состояла в том, чтобы познать, как устроен этот мир. У меня было много достаточно переживаний, когда я достаточно остро вставал перед тем вопросом, что я не очень понимаю, как в этом мире все устроено, как оно работает, старался найти какие-то ответы на эти вопросы. Ну, вот что-то находилось, что-то применялось, что-то не применялось, что-то отваливалось со временем, но куда-то оно накапливалось, 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 накапливалось. Вот, это вот первый момент. Второй момент заключался в том, что, опять же, вспоминая себя, вспоминая этот спонтанный свой путь к тренерской, к коучерской деятельности, Я могу сказать, что всегда у меня была такая потребность и желание рассказывать другим людям Обо всем том, что я открыл То есть я, в общем, достаточно много практиковался в том, что я сейчас, уже глядя назад, называю разговорный жанр Если я что-то там читал интересное, я сразу пытался рассказывать своим друзьям, своим знакомым, что я там открыл Почему я это делал? Естественно, я старался какую-то обратную связь получить Какие-то возражения или подтверждения или что-то такое, что показывало бы мне, что это все как-то работает, помогает и так далее И, в общем, за какое-то количество времени материал накопилось достаточно много И он начал постепенно как-то увязываться в некую общую картину То есть такая, как я говорю, дефрагментация произошла своего рода То есть отдельные разрозненные фрагменты стали соединяться во что-то Это само собой? Прошу прощения, это само собой начало как-то происходить? Или вы какие-то среднаправленные усилия для этого прикладывали? Ну как, вообще говоря, опять же, есть такое присущее какое-то качество Я все время пытаюсь как-то все каталогизировать, систематизировать, ввести в некую систему Просто для собственного понимания, что ли, как-то Не могу я просто что-то изучить, получить результат и бросить Мне всегда интересно понять, а как этот результат был получен Даже если этот результат получил я, я пытаюсь понять, а как я его получил Ну, чтобы вот обрастить немножко мясом, допустим, есть у меня тренинг, посвященный изучению Точнее говоря, освоению иностранного языка Иностранных языков, вообще говоря Тренинг этот вырос исключительно из той ситуации, что сам я, в принципе, вполне успешно иностранные языки изучал Даже одно время я там хотел стать полиглотом Но в итоге в качестве рабочего языка у меня остался только один английский И, соответственно, я довольно часто попадал в ситуации, когда мне люди говорили что-нибудь типа Вот, везет тебе, у тебя вот способности к языкам Раз, разговариваешь на английском Для многих людей это как, ну, нечто такое вот инопланетное, да, другой язык Как его можно вообще освоить, когда вот в голове один язык есть, родной и все И мне стало интересно, я подумал, интересно, а как я его освоил? Чем я это интересно отличаюсь от тех людей, которые утверждают, что у них нету никаких способностей? Это уже не может быть, мы же вроде... Вот, я начал внимательно наблюдать за собой, как я осваиваю языки Я даже для эксперимента взял еще один язык, немецкий стал изучать И просто вот посмотрел, подумал, ну, вот английский я как-то там тоже изучал как-то Ну, как сказать, методом научного тыка, да, что называется Вот что-то попадалось там мне, я так и изучал И длилось это довольно-таки долго Если я там решил второй язык изучить, то таким же методом тыка как бы второй раз действовать неинтересно Я решил помоделировать то, как я это делаю Вот, и, собственно говоря, помоделировав, выработал некую методу Которую потом стал предлагать людям, попробовать на себе Ну, и вот раз за разом убеждаю, что да, оно срабатывает То есть многие вещи, как ни странно, я моделировал прямо с себя Вопреки, так сказать, традициям NLP, например, да, где там предлагают какой-то успешный шаблон брать То есть мне гораздо проще моделировать себя Я смотрю на себя, как я это делал, пытаюсь это прописать И потом уже испытываю об других людей, скажем так Смотрю, какую обратную связь они мне дают Соответственно, методика усовершенствуется, усовершенствуется В какой-то момент она достигает некого качественного такого состояния Когда, ну, дальнейшие модификации уже принципиальными не являются Какие-то мелкие, может быть, детали там добавляются Но сама вся моделька работает, и видно, что люди получают результаты Поэтому тут вот такая вот склонность все каталогизировать и складывать в кучку Она у меня, в частности, выражается в том, что если я что-то узнал Мне всегда почему-то важно отследить обратный путь Хорошо, в самом начале этого пути я же не знал, к чему я приду Я не знал, что у меня получится и как оно получится Теперь у меня есть результат И теперь мне интересно посмотреть, как я к этому результату пришел И дать людям не результат того, к чему я пришел А дать людям путь, как прийти к этому результату Это вот одна из таких принципиальных вещей, которые я для себя понял Что для меня важно не результат людям давать какой-то готовый Вот делайте вот так и будет правильно А мне важно показать, как я пришел к тому результату, который я получил С тем, чтобы они могли повторить эти шаги Соответственно, прийти к какому-то своему результату Возможно, отличающемуся от моего результата Используя вот эту технологию, которую я им пытаюсь предоставить Так что так Соответственно, если мне задают вопрос Как мне удалось такую, как вы сказали, не очень популярную, непопулистскую тему раскрутить Ну тут путь только один Посмотреть назад и помоделировать, как я это сделал Ну что, собственно, я могу вкратце и сделать А, замечательно Вот перед тем, как вы это сделаете, такой вопрос сразу же Вы говорите, что вы людям предпочитаете давать не готовый результат А путь, к которому вы пришли к этому результату А вот как это сочетается с таким массовым, таким сейчас тотальным явлением Что дайте нам готовый результат Ну, результат можно разным способом давать Можно людям говорить Делай вот так, потому что это правильно А можно предлагать людям некий другой подход Ну то, о чем мы говорили в прошлый раз Чистый подход Возможность обнаружить свои собственные ресурсы И строить свое продвижение на базе вот этих собственных ресурсов А не на базе каких-то вещей Которые, возможно, у других людей получаются А у вас, возможно, не получатся Гораздо интереснее понять, как человек создавал себе способность Чем пытаться эту способность копировать Потому что первый способ освоения пути Он дает возможность свою способность построить А второй способ, он такой вот Условно говоря, все зависит от того, насколько я похож на этого человека Если я сильно на него похож Как-то срезонирует То, возможно, мне удастся довольно успешно скопировать то, что он делает А если я вообще не похож У меня там мотивация другая, например Устройство внутреннее другое Психотип другой И так далее, и так далее, и так далее То, скорее всего, это просто не получится И я очередной раз получу подтверждение того Что с других людей копировать что-то Довольно бессмысленное занятие Которое только изредка приносит успех Но процент этого успеха настолько мизерный Что не стоит этим особо увлекаться Ну, так я ответил То есть, если с точки языка инфобизнеса сказать То это одна из ваших таких ключевых позиционирования Что вы работаете с такой целевой аудиторией Которым интересен именно процесс А не копирование чужого результата И которые хотят научиться в себе развивать эту способность Ну, вероятно, да Я вот, например, на одном из сайтов Ну, скажем так, своих коллег Которые утверждают, что они преподают коучинг Прочитал такое требование Там в самом начале было написано Что если вы хотите к нам попасть на коучинговую программу И вы не можете тупо подчиняться И делать то, что вам говорят То вам, типа, не к нам Вот так там было написано Что-то вроде того Меня это поразило Такое четкое позиционирование Да, меня это поразило, знаете, чем? Например, тем, что в таком случае Не надо называть это коучингом Потому что то, что вы предлагаете Это не коучинг Это может быть наставничество Или обучение Или еще что-то Но не коучинг Потому что коучинг не подразумевает ситуации Когда ты тупо делаешь то, что тебе говорят Это отнюдь не коучинг Это даже по определению не совпадает Но, тем не менее Они вот так вот позиционируют И, ну, что, собственно говоря Отчасти меня огорчает Потому что они Ну, как чисто семантически В плане определений Начинают загрязнять это понятие Потому что коучинг – это не это Коучинг – это искусство задавания вопросов Для того, чтобы человек Нашел свои ответы на эти вопросы А вовсе не ситуация Когда тебе тупо говорят Что нужно делать Я бы к таким людям не пошел Но, тем не менее, я понимаю Что есть, наверное, такая часть аудитории Которым нужна вот именно такая Не знаю, там Фигура какого-то диктатора Натаскивание Да, натаскивание Отца там Или кто-то Такую, в общем, отеческая Патриархальная некая ситуация Когда тебе просто тупо говорят Что нужно делать И ты просто вот это делаешь Ну, и получаешь некий результат Вот такой вот Такой подход Мне непонятен Неинтересен И, соответственно, я Ну, не отношусь К тем людям, которые Его как-то поддерживают Это вот такой вот есть момент Другой есть еще интересный момент Который Тоже вот я для себя Как-то отметил Он Заключается в том Что Я, пожалуй, наверное Всегда Предлагаю людям То, что мне лично интересно Я вот в свое время Читал когда книжку С биографией Стива Джобса Знаете, у нее такое было Интересное отношение Ну, и у компании Apple, по-моему, до сих пор Она сохранилась Компания Apple Несмотря на то, что это Крупнейший Гигант в IT Технологиях Да, в производстве Электроники Они не делают Маркетинговых исследований Как ни странно Они не делают так Как делают другие компании Которые выпускают Сто разновидностей Какого-нибудь телефона И пытаются понять Какие из этих телефонов Лучше покупаются И потом, соответственно На них делают акцент Apple так не делает Стив Джобс Всегда говорил Люди не знают Что они хотят Мы должны понимать Что они хотят И мы им должны дать То, что они хотят Но они сами не знают Чего они хотят Звучит немножко Так Манипуляторски На самом деле Здесь Суть-то очень простая Я делаю то Что мне самому нравится То, что меня Полностью устраивает То, что я вижу Как нечто работающее Эффективное И так далее И так далее Я не спрашиваю других людей Что на них работает И так далее Я им даю то Что реально работает Потому что я Ну как-то проверил Это что ли Для себя То, что мне нравится Ну а дальше Уже есть некий процесс Я им это даю Получаю какую-то Обратную связь Что-то модифицирую Там это все Как-то улучшается Появляется вторая версия Третья версия Четвертая версия Но изначально В этом всем Лежит мой собственный интерес Моя собственная Личная Ответственность За то Что я там Смоделировал Что я даю То есть я не пытаюсь Идти на поводу А вот что сейчас Популярно По каким Кнопочкам Нужно людям проехать Чтобы они Вот там Что-то купили Ну и вот Самый яркий пример Когда создавался Например тот же Айфон Ну таких Подобных продуктов На рынке не было Тем не менее Айфон Как только он появился Он мгновенно Рынок это Оккупировал И захватил Почти полностью И сейчас Все его копируют Да Ну вот это для меня Подтверждение Вот этого подхода Когда ты Действуешь Из Не знаю Из своей личной ответственности Моделируя то Что тебе на самом деле Интересно Тебе на самом деле Очень нравится Вот тогда У тебя что-то получается Вот А когда ты пытаешься Там как-то там Проезжать по кнопкам Ну не знаю В лучшем случае Ты можешь Сделать то Что называют Быстрые деньги Сейчас Большинство этого Инфобизнеса Это все Бери и делай Быстрые деньги Как быстро заработать Как быстро сделать Это все тоже такое Ну контрпродуктивное То есть я скажем Не то что контрпродуктивное Скажем так Я абсолютно уверен Что на этом рынке Вот пройдет 10 лет Я буду все еще На этом рынке работать И я буду успешно работать Я абсолютно не могу сказать Что то же самое Произойдет с теми людьми Которые сейчас На гребне волны И зарабатывают Большие деньги Или по крайней мере Говорят что у них зарабатывают Я не уверен Я уверен Что это скорее Такие отдодневки Которые там Ну выстрелили Собрали Как сейчас говорят С интернет хомяков Какое-то бабло Ну и все Собственно говоря Такой фук Да Если ты хочешь заработать Именно денег Именно в этом Твоя основная мотивация То пожалуй Наверное Это такой Я не знаю Приемлемый подход У меня такой мотивации нет Потому что я развиваю Ту тему Которая мне лично Интересна И мне интересно Ее развить Деньги тоже хорошо Но это уже там Так сказать Вопрос скорее Рентабельности И поддержания Этой деятельности Чем некая Первоочередная цель Которая ставится Во главу Угла В этой деятельности Вот как-то так Ну а теперь Вы Расскажете Ретроспективный взгляд Прошлое Ну вот кстати говоря Интересно Интересно мне то Что какое-то время назад Вот когда я решил Сделать академию Версия 3.0 Как я Упоминал по-моему В прошлый раз Ну у меня это везде написано Меня интересно Заинтересовало Естественно Как вообще Правильно Строить ту деятельность Которую Ну вот Которую я до сих пор Пытался строить Вполне себе спонтанно Вот у меня как-то Получалось Но я в общем особо Не вдавался в анализ Как я это делаю Меня скорее интересовали Какие-то прикладные моменты Связанные с Техниками Методиками Которые я преподаю И так далее И так далее А тут передо мной Встал вот именно вопрос А как я преподаю Что это за методика В частности Он конечно встал от того Что Мы уже два сезона Академии провели И сейчас вот встал вопрос Обучение тренеров Я стал думать А как интересно Тренеров обучать Ведь наверное Вряд ли Я смогу себя Кем-то заменить Да Вот именно Взять Олега Матвеева И заменить его На какого-нибудь Другого человека Который будет так же вести Наверняка нет Как мне Как мне Смоделировать Тот вот режим В котором я преподаю И передать его Другим людям Я стал вот В разные Ну в разные книжки смотреть Семя моделировать Наблюдать за собой Вот Интересную такую вещь Обнаружил Да Что конечно же В огромной степени Успех Тренера Например Практикующего Зависит от таких предметов Как Ораторское искусство Риторика Презентации В частности И так далее Ну и вот в моей деятельности Явно видны изменения Что например Раньше я никогда не использовал Презентации Имеется ввиду Электронные презентации Да Сделанные в пауэрпойнте Я их никогда не использовал Потому что я не понимал Зачем это нужно И считал Что это Ну некая лишняя трата Сил И времени Люди и так все понимают Со временем Я понял Что не совсем так Второй был момент Сама презентация Да Я когда стал Интересоваться Параллельными источниками Как вообще люди Презентации делают Что они рассказывают В чем состоят Законы ораторского искусства Конечно Какие-то вещи Которые я обнаружил Мне многое объяснили В том плане Что я заметил Что да Я это делаю Я никогда не осознавал Что я это делаю Но я почему-то Это делаю Как-то оно Ко мне откуда-то Прилипло И когда я стал Уже изучать Ну вот в частности Наверное стоит упомянуть Есть такой Алексей Каптерев Он написал книгу Она к сожалению Только на английском языке есть Я его знаю Мы с ним в Москве Были знакомы Называется Secrets of Presentation Или Presentation Secrets Как-то так У него в книжке Довольно четко По полочкам разложено Что да как И он когда там Рассмотрел все технические вопросы Он в частности Еще рассматривает И искусство презентации тоже И он рассказывает Ну как вот можно Научиться презентации делать Ну берешь презентацию Включаешь ее И там стенки Или плюшевую медвежонку Вот тщательно Полностью всю эту презентацию Рассказываешь То есть тренируешься 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 И никакого другого выхода Из этой ситуации нет Только тренировка То есть это как Для того чтобы научиться плавать Нужно плавать Для того чтобы Научиться до людей Доносить какие-то свои идеи Нужно доносить до них Какие-то свои идеи То есть такой замкнутый круг Вообще говоря получается И естественно Что для большинства людей Ну звучит это неплохо Но так вот по большому счету Ну спросите себя Что вы действительно Реально будете Включать презентацию Или там брать текст И стенки рассказывать Ну вряд ли Опять же найти людей Можно конечно Попробовать Попроводить Какие-нибудь Бесплатные мероприятия Посмотреть Возникает у вас Вот этот самый Резонанс То есть умеете ли вы Как-то свою аудиторию Заинтересовать Развлечь Проинформировать Донести до них Что-то такое Вот Кстати вот эта вот идея Насчет того что Публика Аудитория Как правило Не знает Чего она на самом деле хочет Она там у Алексея Тоже в книжке упоминается Это такое очень Странное открытие Которое обнаруживает Практически каждый Профессиональный ведущий Он обнаруживает Что Нет смысла Особенно идти На поводу аудитории Есть некий смысл Спросить Чего они хотят Нужно всегда Сзади умом Понимать Что на самом деле Дать им нужно не это Это такая известная Тоже история Я часто на Семинарах Ее упоминаю Что любой психолог Знает Что если к нему пришел Клиент И объяснил В чем состоит его проблема Проблема совершенно не в этом Она абсолютно в другом месте Это просто чисто Психотерапевтический факт Или есть коучинговый факт Который заключается в том Что если К тебе приходит человек И ты просишь его Сформулировать цель Которую он хочет достичь Он тебе формулирует цель Можно прямо заранее Никуда не ходя Сказать что цель Это скорее всего ложная И она скорее всего Через некоторое время Количество занятий Либо отменится совсем Либо очень кардинально Модифицируется Потому что Ну это как бы Свойство человеческого сознания Если бы человек Мог бы сформулировать Правильную цель С самого начала Или правильно сформулировать проблему То собственно У него бы этой проблемы Сразу же Процентов на 80 Бы не стало Вот такая штуковина И вот собственно говоря Я вот на этом Как-то остановился Думаю Так интересно Значит получается Чтобы научиться Хорошо доносить До некой аудитории Свои идеи Нужно попытаться Эти идеи доносить Но на это Не каждый решится Вследствие там Каких-то Ну барьеров Психологических Вследствие каких-то Организационных моментов Например Как вот А как организовать Некую группу людей Чтобы они тебя сидели И слушали Если эти люди Не заинтересованы В тебе с самого начала Да Замкнутый круг Как я говорил И тут я вдруг До меня доходит Что у меня с Алексеем Есть одна общая черта Да Она очень важная Он переводчик Я тоже переводчик И тут я понимаю Что А ведь послушай А ведь у меня в жизни На самом деле Был очень большой период Довольно-таки длинный период Когда у меня был Уникальнейший шанс Со сцены Рассказывать Очень интересные вещи Выступая перед Очень большой аудиторией Но не в роли того Кто презентует Всю эту информацию А в роли переводчика То есть У меня был шанс Выйти перед большой аудиторией И рассказывать Очень интересные вещи Несмотря на то Что на самом деле Ничего интересного Этим людям Я бы рассказать Ну если вот Меня поставили бы Перед ними И сказали Ну расскажи им Что-нибудь интересное А мне не было Ничего интересного Что я мог бы им рассказать Но оно было у моего клиента, у того, кто на самом деле был автором этого семинара или автором этой презентации. Ну и надо сказать, что на семинарах я работал достаточно долго, в течение многих лет и многих часов, работал с достаточно интересными авторами и психологами. И, собственно говоря, со многими из них происходила такая ситуация, когда после... Ну, у меня есть, например, такие, можно сказать, постоянные клиенты, можно их назвать. Я вот в частности работаю с Международной Академией коучинга довольно регулярно. Работал там с Машей Рейнольдс, с Джимом Кирпатриком, практически со всеми другими людьми, которые у них там на сайте перечислены иностранные гости. И на каком-то этапе, например, работая с Джимом Кирпатриком, когда он приезжает очередной раз в Россию, он осенью опять очередной раз приедет, у нас с ним стандартная такая текущая шутка. Я ему говорю, Джим, может ты отдохнешь? Давай я проведу семинар за тебя. Я же который раз уже это все рассказываю и слушаю. Он всегда веселится. Но в принципе, на самом деле, в этом есть немножечко кусочек истины. Я на самом деле могу этот провести семинар. Потому что я столько раз его уже провел, что, в общем-то, я знаю, в чем суть, в чем идея, что за слайды будут показываться, какие раздатки будут даваться, какие задания будут раздаваться и так далее. И поэтому, на самом деле, мне было не так трудно в какой-то момент понять, что у меня вот эта вот моя накопительская моя деятельность, о которой я вначале упоминал, что она уже как-то вот перешла в некую качественную стадию из количественной. И что теперь наступил момент, когда я могу что-то людям интересное рассказать. И когда я им это рассказываю, да, я рассказываю в принципе так, как и надо рассказывать. Но не потому, что я это как-то учился делать по шагам. Не поэтому. Просто я довольно долго работал с людьми, которые умели это делать. И я просто это перенял у них, манеру говорения. То есть какие-то вещи, которые Алексей в книжке раскладывает по полочкам, там фокус, контраст, единство или еще какие-то такие вещи, они у меня автоматически получаются, потому что я так привык презентовать. И я так привык презентовать не потому, что я это как-то сознательно простроил, а потому что так делали все эти люди, с которыми я работал. Я, естественно, делаю так, как мне привычно. Я презентую так, как мне привычно. Но если бы, например, на тот момент взять и спросить меня, могу ли я обучить тренера, ну, единственный способ обучить тренера, это вот поставить его в качестве переводчика ко мне, например. Ситуация, ну, в России она невоспроизводимая. Я говорю на русском языке, ну, какой язык, интересно, должен переводить переводчик, чтобы достаточное количество моих семинаров перевести и понять, как я это делаю. Поэтому и возникает вопрос, как вот этому научиться. То есть, на самом деле, для того, чтобы получить в свое распоряжение некий навык, действительно, получается, можно, ну, в частности, будем здесь говорить про конкретные случаи, да, там, ведение, допустим, каких-то живых занятий. Нужно каким-то образом поместить себя в ситуацию, когда будет возможность, то есть, когда вам, вы не чувствуете, что действительно есть что-то такое у вас упорядоченное и ценное, и готовое к донесению публики, можно попробовать доносить чьи-нибудь мысли, а не свои мысли. Ну, вот, например, в роли переводчика. Хотя, наверное, вряд ли большая часть нашей аудитории, которая нас слушает, является переводчиком и имеет такую возможность. Но, тем не менее, неизвестно. Кстати, если вы посмотрите на, ну, в частности, вот в России, да, посмотрите на рынок тренинговый, то я думаю, что довольно большое количество тренеров, которые ведут тренинги на том или ином этапе своей деятельности, были либо ассистентами, либо переводчиками, то есть, они кем-то были при каких-то тренерах, которые делали семинары, при иностранцах, как правило. Вот, и, в общем, наверное, это единственный способ как-то действительно научиться свои мысли доносить. Само содержимое семинаров, которые я делаю, оно, конечно, отличается от того, что я переводил, но сам способ преподнесения, он довольно, довольно близок. И сам способ, он отработан вот многими часами работы в такой вот связке, когда ты рассказываешь не свои идеи, а чужие идеи. В частности, вот такой вот аспект есть. Ну, вот вы сказали, что раньше, раньше, вот вы не знали, как можно обучить тренера, кроме как поставить его с вами переводчиком. Вот сейчас у вас уже что-то вроде процесса, технологии, структуры, я не знаю, как это вызывать. Вот сейчас вот в академии вы уже это применяете? Ну, во-первых, тут же есть некий момент просто осознанности, что из того, что я сам этот навык освоил через некое впитывание, условно говоря, это не значит, что теперь нельзя вернуться назад и нельзя смоделировать этот процесс, прописать его по шагам, понять, а как я это моделировал. Да-да, вот я про это и говорю, про моделирование. Просто писать по шагам и получится некая технология, как это делается на самом деле. Вот, ну, в частности, почему я стал делать слайды для своих семинаров, потому что мне нужно обучать тренеров, а для того, чтобы тренеры могли воспроизводить то, что я делаю, им нужна какая-то структура понятная. То есть им недостаточно просто, потому что у меня, ну, как, нет возможности поставить себе переводчика, чтобы он с русского на русский меня переводил, да? Ну, да. Вот, я, конечно, могу им сказать, да, можно такое сделать упражнение, берете мое видео и вот прям там копируете. Вот у Каптерева там прям описано, он говорит, я вот все прям реально это делал. Брал там какого-нибудь Малькома Гледуэлла, например, брал его презентацию и прям вот брал его слайды, прослушивал несколько раз и потом эту презентацию много-много раз воспроизводил. Там, понятно, не дословно, не прям слово в слово, не то, что там зубрил, а воспроизводил эту презентацию, вот доходил до какого-то места, где у меня переставало получаться, возвращался обратно, смотрел, что там у меня не получается и так далее, и так далее. Но для этого нужны какие-то, какая-то структура, какие-то рамки, о чем примерно человек рассказывает, потому что, ну, воспроизвести состояние потока другого человека вот так спонтанно просто, ну, невозможно. Нужно сначала попытаться как-то подключиться к нему через это вот состояние, пройти раз и споткнуться где-то, пройти два и споткнуться уже попозже, пройти три. И на какой-то там пятый, шестой, седьмой раз ты вдруг понимаешь, что без тебя эта информация выходит легко, свободно и в соответствии с нужной структурой. И когда ты научишься делать, научишься через себя выдавать какие-то известные вещи, не тобой придуманные, и уже, и там как это снимается немножко психологический барьер, потому что, ну, собственно, ты рассказываешь не совсем свои вещи, и там это не так страшно, да. Потому что ты когда рассказываешь свои вещи, тебя могут начать критиковать, с тобой могут начать не соглашаться, в аудитории может оказаться человек, обладающий экспертными знаниями, более глубокими, чем ты, и ты попадаешь под некий удар, условно говоря. А когда ты работаешь с кем-то в связке, то, в общем, удар наносится не по тебе, удар наносится по автору всей этой информации. Ну и, соответственно, ты можешь как-то модифицировать свой подход. Если ты это будешь рассказывать сам, ты можешь как-то это по-другому давать, не так, как дает тот человек, которого ты пытался воспроизводить. Вот. Это все можно, да, прописать по шагам. Я это, собственно говоря, постепенно и делаю для себя некую составляю методичку. Вот делаю слайды, пробую их в различных ситуациях, ну, в частности, на вебинарах, да, я их пробую смотреть, как они работают. После вебинара, кстати говоря, обычно я эти слайды снимаю и начинаю их редактировать. Они довольно сильным изменениям подвергаются, так что финальная версия отличается от начальной. Оттачиваю какие-то моменты, пишу какие-то заметки для себя и каждый раз просматриваю, то есть, как это делается. Ну, и вот есть некая структура, которая под этим всем лежит. Ну, и вот я надеюсь, что, собственно, вот эти вот слайды, они являются частью технологии того, как я людей собираюсь обучать. Это будут некие такие, почему у меня английское слово лезет в голову, guidelines, по-русски это называется, правило, в общем, какой-то режим, да, деятельности, как они будут действовать, если они захотят преподавать то, что, ну, или близкое к тому, что я даю. Они могут воспользоваться некой такой, некой шпаргалкой, попробовать воспроизвести то, как я это делаю. Вот, хотя, наверное, в этом есть какой-то элемент, как это сказать, ну, не самолюбование, наверное, да, но все-таки я, например, горжусь тем, что когда я у довольно известных, признанных ораторов мировых читаю, например, информацию о том, что на самом деле очень трудно удерживать внимание аудитории в течение более чем 10 минут и так далее, и так далее, и так далее. Я вот недавно читал, есть такой Стив Беркун, он тоже пишет про ораторское искусство. Я этому факту удивился, думаю, странно. Я на своих семинарах могу запросто читать лекции длиной в полтора часа, в два часа, иногда даже в три часа, и при этом, если я спохватываюсь в какой-то момент и переспрашиваю аудитории, не устали ли они от меня, все машут головами, говорят, не-не-не, продолжай, продолжай. Думаю, странно, у меня такой ситуации нет. Видимо, как-то или я что-то, опять же, делаю такое, что я сам не вижу со стороны, то есть как-то, видимо, все-таки переключая их внимание, может быть, между разными темами внутри одной лекции, но мне не было такой ситуации, которую описывает, там, Стив Беркун говорит, ну вот если перед аудиторией выступаешь, вот они через 10 минут начинают все засыпать. Не, бывает, периодически попадаются люди, которые засыпают, но по большей части у меня достаточно такая бдительная аудитория, она не спит, она слушает, и мне это как-то получается. Это тоже интересный момент. Хотя, конечно, когда какая-нибудь другая ситуация возникает, допустим, онлайновый вебинар, там немножко по-другому, потому что все-таки тут у меня невербального доступа к людям нет, они только видят слайды, слышат мой голос, и вот по обратной связи я понял, что, например, на вебинаре такая ситуация, она уже более трудная контролировать, как-то вот, если говоришь там дольше, чем 30-40 минут, действительно, часть аудитории начинает отпадать. Это даже иногда прям по статистике видно, что, ну все, вот люди перестали, не выдержали уже. Если ты мне начинаешь делать перерывчики какие-то, как я стал в последнее время делать, то гораздо все удобнее работает. Тоже вот часть искусства. Я особо не обращал на это внимания. Ограничивался всегда на семинарах тем, что с самого начала говорил участникам, что, вы знаете, я человек говорливый, вот я говорить могу, в принципе, как я вот однажды подсчитал, что если мне позволить просто рассказывать о чем-то, то по моим примерно подсчетам я могу рассказывать непрерывно каждый день с утра до вечера где-то в течение двух или трех месяцев, при этом не повторяясь, и все это будет очень интересно. Вот, и поэтому я участников заранее предупреждал. Я им говорил, вы знаете, я очень говорливый, у меня материала очень много, и всяких историй очень много, даже, и я периодически как-то ухожу далеко в сторону там, да, или отвлекаюсь. Поэтому если вы вдруг почувствуете, что вы просто устаете от того режима, в котором мы работаем, просто машите мне руками, задавайте вопросы, я, в общем, с удовольствием на них среагирую. Вот, но тем не менее понятно, что это такой немножко неправильный способ контролировать аудиторию. Конечно, правильнее, когда ты сам за собой следишь. Я стал делать то, что обычно на презентациях делают. Делают там, да, ставить себе таймер, как-то структурировать то, что я говорю, почаще делать перерывы, и дело гораздо лучше пошло. Вот во втором сезоне гораздо лучше пошло дело. Правда, во втором сезоне это было отчасти связано с тем, что у нас Академия идет не только в живую, но еще и в трансляции. Поэтому если с живой аудиторией такой фокус прокатывает, я имею в виду говорение в течение двух часов беспрерывного, с онлайновой аудиторией такой фокус не прокатывает. И, слава богу, там за компьютером сидит модератор, который в назначенный некий момент просто поднимает ладошку и показывает мне, что пора закругляться. И мы закругляемся и делаем перерыв. Так что тут тоже есть свои... Вот трансляция тоже нам в последнем сезоне дала свои такие очень ценные уроки о том, как преподавать и как давать какой-то материал. А если вернуться, собственно, к нашей теме, потому что тема была немножко не об этом на самом деле, тема была о том, как это все раскрутить и как стать. Это как у Стива Беркуна в подзаголовке книжки написано «Как зарабатывать 30 тысяч долларов за один час». Естественно, все люди, когда эту книжку покупают, первым делом листают в третью главу, которая так и называется. Естественно, там написан текст, он говорит, ну, конечно же, вы эту главу открыли, я вас понимаю, на самом деле я не могу вас научить тому, как зарабатывать 30 тысяч долларов в час, потому что... Даже если вам дам какой-то совет, он будет бессмысленным. Для этого нужно, ну, кем-то быть таким, быть таким человеком, который умеет... Который умеет владеть аудиторией. А на мой взгляд, владение аудиторией, оно, собственно, сводится к некой такой вот способности принимать и обрабатывать обратную связь в реальном режиме, в постоянном времени. Вот почему, например, вебинар труднее вести, чем живой семинар, потому что там нет обратной связи такой вот хорошей. Я из-за этого даже вот страдал первые вебинары, потому что я не люблю выключать, например, чат, который сбоку там бежит. А в чате люди, как правило, пишут, ну, всякую ерунду, скажем так, да. Я выключать чат не хочу, потому что тогда у меня теряется ощущение обратной связи с аудиторией. У меня возникает ощущение, что я говорю куда-то в пустоту, в космос, и непонятно, слушает меня кто-то или нет вообще. И вот как-то нужно было это уладить. Вот мы там последнее время стал всякие административные правила вводить, как именно нужно писать в чат для того, чтобы всем было удобно. В живой аудитории такой проблемы нет. И вот эта вот проблема, она, кстати говоря, часто очень у меня всплывала в ситуациях, когда я, например, начинал записывать подкасты, и мне периодически писали такую обратную связь, ну, типа из серии, ну, ты зануда, Матвеев, ты вот, интересно, живые свои семинары тоже так же занудно ведешь, как ты подкасты записываешь. И я пытался это проанализировать и понял, почему, ну, я нет, я живые семинары веду не так. Я что, говорил, нет, я живые семинары веду не так. Вы можете посмотреть записи, как я их веду на самом деле. И я понял, почему у меня в подкасте так получалось. Потому что у меня нет собеседника, нет обратной связи, нет кого-то, кто мог бы, ну, хотя бы там, угу, время от времени говорить. И тогда я как бы понимаю, там, слушает он меня, не слушает он меня, интересно ему, не интересно ему. Понятно, что в идеале собеседник должен быть живым и сидеть напротив. Ну, иногда бывает, что достаточно просто вообразить себе такого собеседника. Когда мы, например, попробовали подкасты записывать в режиме интервью, несмотря на то, что интервьюер там, ну, не знаю, говорил, может быть, процент один от того, что я говорил, пошло гораздо лучше, гораздо интереснее, гораздо живее, гораздо понятнее. А это некая такая способность. Это некая способность, которую нужно в себе развивать. Потому что очень многие люди думают, что им достаточно выйти перед аудиторией и, ну, прочитать им лекцию или там загрузить их какой-то информацией. И это вот как бы и будет, собственно, выполнение того, что, ну, некой деятельности, которой я хочу заниматься. Это далеко не так в нашей деятельности. В нашей деятельности нужно постоянно, в тренерской деятельности, постоянно поддерживать обратную связь. Для того, чтобы поддерживать обратную связь, ну, есть много всяких моментов. Ну, которые вот еще раз я упомяну, потому что действительно мне эта книжка очень понравилась. Она как-то мне так очень здорово все разложила по полочкам. У меня вообще возникло ощущение, такое редко достаточно встречающееся ощущение, что вот Алексей Каптерев это какой-то вот альтер-эго меня самого. Потому что он, вот, я могу взять эту книжку и вот просто, вот я бы точно так же написал. Вот прямо точно так же. Ну, кроме некоторых вещей, которыми я не владею. Например, там, изготовлением презентации, про которую он лучше разбирается, чем я. Ну, какие-то вещи просто читаешь, говоришь, во-во-во-во, вот прям вот так вот я бы и написал, прям вот так бы и сказал. Вот прямо взял бы этот текст, выложил его и подписался прям под ним бы. И вот. И там есть какие-то технические моменты тоже описанные о том, как смотреть на аудиторию, как общаться с аудиторией и так далее, и так далее. И Алексей там пишет о том, что вот есть такое правило, которое я тоже всегда озвучивал. И до того, как я про эту книжку узнал, об этом можно легко убедиться по видеозаписи моих семинаров. Когда я в начале семинара говорю, что я прекрасно понимаю, что традиционная система обучения, через которую мы все прошли, в школе, на некоторых вузах, она жестко бьет по губам тех людей, которые задают вопросы из аудитории. И нас от этого отучают. Я сам отучился почти шесть лет в университете. Я знаю, как это происходит, когда ты задаешь вопрос, сидя в поточной аудитории вместе с огромной группой, и на тебя оборачивается весь поток, и оборачивается лектор, и смотрит на тебя, как на идиота тупого, который вот зачем-то задает идиотские вопросы. И тебя еще с первого курса очень быстро отучают это делать. Поэтому я прошу вас, если вам что-то непонятно, если вам какой-то дурацкий вопрос приходит в голову, поднимайте руку и задавайте сразу. Не бойтесь меня прерывать. У меня время рассчитано на то, что вы будете меня прерывать. Я могу употребить непонятное слово. Я могу просто страдать тупо профессорской болезнью. В том смысле, что я объясняю какие-то вещи, которые мне кажутся абсолютно очевидными, а для этой аудитории оказываются абсолютно неочевидными. А я этого не вижу, потому что вы не реагируете, вы просто смотрите на меня и все. И ничего не делаете. Делайте что-нибудь. Шевелитесь, ерзайте. Если я увижу, что вы засыпаете, это будет для меня обратной связью. Если я увижу, что вы начали вместо того, чтобы меня слушать, ковыряться в телефоне или в ноутбуке, для меня это тоже обратная связь. Как говорят, единственный неправильный вопрос – это тот вопрос, которого ты не задал. Ну и, соответственно, это некая такая вещь, которую нужно в себе наработать. То есть нужно, выходя на определенную аудиторию, понимать такую простую вещь, которую, я не знаю, если научиться ее как-то в себе удерживать, культивировать, она, собственно говоря, и приведет вас к успеху в итоге. И эта вещь заключается в том, что нужно быть достаточно скромным для того, чтобы понимать, что вероятно, вероятно, все, что вы делаете, все, что вы говорите, все, что вы пытаетесь донести, вполне вероятно, что все это полная чушь, ерунда. Но нет никакого другого способа выйти перед людьми и начать это делать. Я вполне понимаю, что, вероятно, каждая конкретная вещь, которую я говорю, может быть полной чушью. Потому что я откуда-то взял, возможно, источник был неправильный, и так далее, и так далее, и так далее. То есть миллион, может быть, вот таких вот вещей, на которых можно спалиться. И нужно обладать какой-то смелостью выйти и это сделать. Ничего страшного не случится. Окей, вы узнаете много нового. Кстати говоря, были такие вот ситуации, когда я, допустим, рассказывал какие-то байки и потом получал обратную связь в стиле, что Олег, ну ты постыдился бы такую чушь вообще говорить со сцены. Ну, там или не со сцены, а перед аудиторией. Потому что это абсолютно непонятно. И давали мне какие-то интересные там факты о том, что... Вот сейчас мне конкретная история пришла в голову, когда на одном из семинаров я рассказывал такую известную городскую легенду о том, что в 60-х годах якобы был проведен некий эксперимент по поводу целеполагания и исполнения целей. Там якобы была взята группа студентов, там дальше называется, в разных источниках называются разные университеты. И вот, и проведено было некое анкетирование касательно целей, а потом через 25 лет проверили. Ну и выяснили якобы, что цели достигли только те студенты, которые их там письменно записывали. Ну и так далее, и так далее. А я это в разных книжках читала. Да, в разных книжках это пишут. Это совершенно стандартная коучинговая история. У меня где-то в ЖЖ там есть этот пост. Это абсолютно выдуманная история. Никогда никто никакого подобного эксперимента не проводил. И, собственно, выяснил это как раз некий товарищ, который запарился все эти истории слушать на каждом коучинговом семинаре. И вот со злости взял, поехал во все эти вот, во все варианты этих университетов, где эти якобы истории происходили, поднял все архивы, все это выяснил. И выяснилось, что ничего подобного не происходило. Это абсолютно выдуманная история, которая призвана для того, чтобы мотивировать людей свои цели записывать. Но она не соответствует истине. Мне дали про это факты. Окей. Я принял это к сведению, понял, что да, я попался в ту же ловушку, в которую попадаются множество коучей, когда они должны до своих клиентов донести такую полезную, в общем-то, идею, что свои цели неплохо бы записать, сформулировать как-то в словах. И они им рассказывают вот байку. В сфере коучинга, в сфере тренерства таких историй тонны. Большая часть из них выссаны из пальца и выдуманы. Это факт. Но тем не менее, если бы я эту историю не рассказывал, если бы не взял на себя смелость рассказать, что да, вот такая история была, ну, как бы я узнал, что она неправильная. Никак бы не узнал. Соответственно, окей, критикуйте. То есть я не являюсь фанатичным приверженцем тех идей, которые я излагаю. Если мне на каком-то этапе кто-то выразит, ну, там, донесет до меня некую идею о том, что та информация, которую я даю, не знаю, есть более качественный вариант, более интересный вариант или еще что-то такое, я с удовольствием все это принимаю. И поэтому получается такая интересная штука, что, в общем-то, тут такое тренерство, оно обоюдное. То есть не только я тренирую людей, но и они тренируют меня. И для меня это тоже очень важно, потому что, ну, известный такой факт есть, или наблюдение скорее, да, чем факт, что если ты хочешь куда-то продвигаться, хочешь чем-то заниматься, рано или поздно тебе придется начать учительствовать, потому что никакого другого маршрута к дальнейшему продвижению нет. Ты можешь сколько угодно себе в своей изолированной голове создавать какие-то воздушные замки того, как ты мудр, как ты нашел истину там и так далее, но реальный тест, он всегда один. Взять, вынести это на живую аудиторию и посмотреть, что произойдет. Потому что вполне возможно, что если ты это вынесешь на открытую аудиторию, на тебя посмотрят, скажут, ну, разные вещи могут сказать, да, там, что то, что ты рассказываешь абсолютно очевидно, что ты абсолютно не оригинал, что ты и так далее, и так далее, и так далее. Миллион вещей, которые вынудят тебя вернуться и сильно пересмотреть. Поэтому, на самом деле, если вам кажется, что вы что-то ценное обнаружили, то, на мой взгляд, наиболее оптимальный способ это постараться как можно быстрее вынести это на какую-то аудиторию. И тогда, собственно говоря, на самом начальном этапе вы сможете начать оттачивать подачу того материала, который вы даете, ориентируясь на некую обратную связь. Причем, заметьте, я не говорю, что та обратная связь, которая вам будет даваться, она обязательно должна превалировать над тем, что вы думаете по этому поводу. Довольно часто бывают ситуации, когда, например, мне дают какую-то обратную связь, говорят, знаешь, ты вот тут вот сказал вот это, вот это, вот это, а я с этим не согласен, потому что то-то, то-то, то-то. И вот я эту обратную связь принимаю, размышляю над этим, потом возвращаюсь и говорю, я все-таки считаю, что моя точка зрения, мой подход более верный, более корректный, чем то, что мне было сказано. И вот почему. Для меня это тоже важный момент, потому что когда в следующий раз мне задают подобный вопрос, я уже могу со смехом сказать, мне этот вопрос уже задавали. Задавали не один раз, задавали много раз, поэтому я вам дам обычный стандартный ответ. Он состоит в этом, в этом, в этом. Вот человек говорит, ух ты, как интересно, а я не знал. И, наверное, в этом и состоит некий уже некий профессионализм. Потому что понятно, что когда ты в первый раз это выносишь, ты очень сильно сомневаешься в том, что ты делаешь, когда второй раз ты это делаешь, уже какие-то вещи подправлены, ну и так далее, так далее, так далее. Поэтому, когда периодически тебе начинают давать какие-то советы, а вы вот лучше делайте вот так. Вот, ты уже улыбаешься, потому что ты вот так уже делал. И ты понимаешь, что человек тебе советует не из желания тебя просто потроллить или покритиковать. Он говорит это из каких-то хороших побуждений, но ты эту обратную связь уже получал. И ты знаешь, как бывает в первом случае, как бывает во втором случае. Что будет, если сделать так, как он тебе сказал. И что будет, если сделать так, как ты всегда делаешь. Ну вот, так что, такая вот вещь, такой вот совет. Ну, собственно говоря, я с него практически и начал. Для того, чтобы вынести, для того, чтобы научиться как-то себя делать известным, нужно попробовать себя сделать известным. Тогда, по крайней мере, может быть, вы обнаружите, что это вообще не ваша стезя, да? Вообще не ваш путь. Ну, попробовали кому-то что-то рассказать. Не пошло. Тут как бы на кого пенять-то. Тоже такое дело. С другой стороны, опять же, если я вышел на какую-то аудиторию, рассказываю что-то, и эта аудитория это не принимает, это еще не значит, что я перестану это рассказывать. Аудитории бывают разные. Бывают целевые, бывают не очень целевые. И от того, что там конкретный какой-то круг людей со мной не согласился, или осудил, или оценил как-то негативно то, что я им рассказывал, то, что я делал, вовсе не значит, что они правы, а я не прав. Нет. То есть оборотная сторона всегда. Если ты искренне делаешь то, что тебе нравится, всегда найдутся люди, которые тебя поддержат, которые воспримут то, что ты делаешь, как что-то нужное и важное для себя. И в этом плане я не гонюсь за какой-то такой вот идеей, что нужно всех, кто ко мне приходит, как-то удовлетворить, что нужно всем что-то полезное сделать. Нет. Я вполне себе отдаю отчет, что есть довольно, ну скажем так, даже я бы сказал, большинство людей, которые меня видели и слышали, наверное, им не очень интересно то, что я делаю. И только меньшая часть из тех, кто слышали, как-то с этим резонирует и подключается. Поэтому я и стараюсь просто по возможности ту информацию, которая у меня есть, вынести на как можно более широкую аудиторию именно с целью отфильтровать из этой большой-большой широкой аудитории некую группу людей, которым интересно то, что я делаю. И тогда, в общем, не возникает вопросов, как там себя раскрутить. То есть я не пытаюсь себя раскручивать, я просто, я стараюсь быть самим собой. Я давно для себя понял, что да, вот есть какие-то люди, они говорят, что нужно делать вот так. Им не нравится то, как я это делаю. Я себе спокойно всегда отвечаю, ну не нравится, не нравится. На всех не угодишь. А другим другое не нравится. Так что, так что вот такое какое-то у меня отношение. Я как-то от себя делаю. Олег, а тогда вот такой вопрос еще немножечко назад. Тогда ретроспективно. Каким образом вот этих первых людей найти в начале, которые, то есть как вынести, каким способом вы начали выносить информацию на себя как можно более широко и каким образом первые приверженцы появились, те, кому это срезонировали? Потому что это бывает обычно самый такой момент, найти первую группу поддержки. У меня тут привернуться, я знаю, как появились. Я же рассказывал, что я-то начал работать переводчиком. И, собственно говоря, люди, которые… Вот, кстати говоря, очень интересный был эффект за последнее время, когда, в общем-то, я переводчиком давно уже не работаю и нигде себя не рекламирую в качестве переводчика. Но есть какие-то старые каналы, по которым я продолжаю сотрудничать с людьми. Ну, в частности, я вот упоминал уже Международную Академию Коучинга. Очень часто, вот на последний раз очень меня позабавило. Я на семинаре работал с джимом, по-моему, я работал. И люди часто подходят, там спрашивают визитку, разговаривают, а кто вы, а что вы там и так далее. Ко мне подошла одна дама, подошла и говорит, здравствуйте, Олег, здравствуйте. Она говорит, я вот думаю, что вы тренер, вы наверняка ведете тренинги. Я говорю, ну да, я вообще не переводчик на самом деле. Она говорит, знаете, это очень-очень заметно, потому что я была на многих тренингах переводных, которые переводят профессиональные переводчики, и кардинальная разница ощущается, когда переводит переводчик или когда переводит тренер. Вы на самом деле просто ведете семинар. А то, что вы там переводческую некую функцию выполняете, ну это некая побочная функция, которую вы просто делаете. На самом деле вы просто ведете семинар. И это очень приятно, потому что часто мне и раньше, когда я еще переводчиком, просто переводчиком работал, мне говорили, впервые я попала на семинар, где я просто не замечала, что он переводной, например. То есть ты всегда обращаешься на какие-то корявости. Вот переводчик что-то делает. Даже был, например, эффект, когда ко мне был какой-то период, когда я совсем отказался от переводческой деятельности, меня в Академии коучинга заменяли другие переводчики. И вот на одном из семинаров был переводчик, который меня заменял. Там одна дама, она ко мне подошла, и вот она действительно такой мне выразила респект. Она говорит, я посмотрела, как вы работаете, и я теперь понимаю, почему в прошлый раз, когда я вас заменяла, мне многие участники сказали, с Олегом все-таки, конечно, было получше. Я говорю, почему? Она говорит, ну знаешь, я переводчик, я филолог. Я вот как-то все время волнуюсь, как бы правильное слово подобрать, как вот тут корректно бы перевести, а ты просто работаешь в потоке. Ты просто подключаешься и делаешь это. Ты, в общем-то, даже не переводишь. Нельзя это назвать переводом. Поэтому, ну и, собственно говоря, к чему это все рассказываю? Как первые поклонники появились? Вот так они и появились. То есть, периодически ко мне подходили люди и спрашивали, а вы тренингов не ведете? Вы как-то очень так прям складно рассказываете, и как-то даже видно, что местами даже как бы не совсем, в общем-то, подстрочно переводите, не совсем то, что тренер говорит, а как-то более адаптировано, что ли под наше восприятие. То есть, буквально, если перевести, там, по неким там канонам дословного переводческого ремесла, не совсем так надо было бы перевести. Но вот вы как-то сказали по-другому, и это даже было лучше. Хотя можно придраться и сказать, что это был не совсем перевод. Он ведь не это сказал. Вот. Хотя там, опять же, переводчиков этому учат, говорят, что переводят это не слова, а переводят смысл. Нужно адаптировать все под аудиторию. Соответственно, вот как бы так оно и получилось, что сначала на одном семинаре, потом на другом семинаре ко мне подходили люди и говорили, а почему ты не ведешь эти семинары сам? Почему ты вот работаешь только с переводчиками, например, с переводными авторами? Вот. Поэтому отсюда вывод мы можем сделать какой? Для того, чтобы вынести себя на какую-то аудиторию, нужно попробовать найти какую-то группу, возможно, да? Ну, например, есть же вот эти вот клубы Toastmasters, которые учат людей, как вот со сцены хорошую речь какую-то там сделать. И это некая тусовка. Это люди, которые поддерживают друг друга, дают обратную связь там и так далее. То есть нужно, видимо, попытаться пойти в какую-нибудь такую вот организацию, если у вас нет возможности побыть при ком-то ассистентом или переводчиком, и попробовать сделать там с дружелюбными людьми. И там, причем, обычно в таких клубах не столько интересно людям именно предметная область, которую вы даете, сколько им интересно само искусство презентации, само искусство делания речи, само искусство ораторское. Вот. И поэтому там за контент ты не особенно волнуешься, просто с этими людьми есть изначально договор, что я читаю, даю речь, а вы мне даете обратную связь. И мы вот это вот все тестируем. Обмен мой будет такой, когда вы будете давать речь, я буду давать вам обратную связь, я буду слушать, я буду смотреть интересно, мне неинтересно, я буду замечать, в каком месте вы классно отработали, в каком месте вы что-то там сдали и так далее, и так далее. Вот. Наверное, аналогичную же ситуацию можно воспроизвести, если где-то на месте просто создать какую-то группу заинтересованных людей и сказать им, а давайте попробуем сделать так. Я понимаю, что у нас там тема общая, и мы ее, наверное, все знаем, и, наверное, нет смысла особо мне сейчас взять и вам какой-нибудь прикладной момент взять и вам изложить в виде, допустим, двухчасового занятия, там, какого-нибудь вебинара, потому что вы это все и так знаете. Давайте попробуем ради эксперимента. Вот. У вас десятера, я один. Я попробую вам сейчас рассказать, как если бы вы были незнакомыми с этой темой, постараюсь до вас донести какие-то основные идеи, а вы меня послушаете и дадите какую-то обратную связь. Получилось у меня, не получилось. Понятные были слайды, непонятные были слайды. Понятно я доносил идеи, непонятно я доносил идеи. Вообще резонировало это, интересно было или это было занудно. И вот. И посмотреть, что произойдет. Вот. Такая вот как бы. Можно и в онлайне такую группу создать. Можно и в онлайне такую группу создавать, конечно. Ну, в принципе, я так понимаю, что многие так и делают. То есть берут и начинают делать, например, вебинары. Какие-то на группу. Но с вебинарами вот есть такая проблема, что и она такая больше психологическая. И она, как ни странно, больше не у того, кто ведет, а у тех, кто слушает. Потому что я вот последнее время там очень активировал свои там призывы там к людям, чтобы давали какую-то обратную связь. И мне тут же посыпались какие-то укоры в том смысле, что вот Олег нас заставляет давать обратную связь. Он закрыл группу свою, мастер-группу. Я действительно ее закрыл. Сделал два уровня мастер-группы и вторую группу закрыл. Сказал, что в эту группу может попасть только тот, кто дает мне обратную связь. Начались такие укоры там и так далее. Я людям говорю, понимаете, давание обратной связи это, в общем-то, своего рода проработка. Если вы не можете давать обратную связь, это, в общем, достаточно серьезная проблема. Это означает, что вы не сможете никуда продвигаться. Когда вы человеку можете по шагам конкретно описать, что произошло, что вы чувствовали, почему вы это чувствовали, что вы теперь от него хотите, это для вас не менее важно, чем для него. Потому что вы себя начинаете понимать, как это у вас происходит. Это один момент. А другой момент, чисто мой. Мне страшно, когда я захожу в вебинар, вот в прошлый раз, и вижу, что у меня в онлайне 150-160-200 человек. То есть 200 человек по всей планете. Я знаю, что по всей планете. Потому что меня слушают в Канаде, меня слушают в Штатах, меня слушают в Израиле, меня слушают во всех советских бывших республиках. Меня слушают в Таиланде, и в Гуа, и еще где-то. То есть 200 человек по всей планете меня слушают. И эти 200 человек молчат. Это жутко. Ну напишите что-нибудь. Даже если вы там пишете, Олег, у тебя звук булькает, уже это легче, чем просто ты видишь статистику, ты видишь, у тебя в вебинаре 200 человек висит в онлайне, и они все молчат. И ты не понимаешь, то ли они тебя не слышат, то ли они с тобой не согласны. Но с другой стороны, они ведь не отключаются, не уходят, но ничего не говорят. Ну может у них чат не работает. Такое тоже бывает. Просто это технические проблемы, конечно. Но тем не менее, вот как-то хочется, чтобы обратная связь была. Ну плюс к тому же я же их не вижу, живую эту аудиторию я как-то вижу. То есть я невербалику могу считывать. Они там как-то сидят, они там как-то руками-ногами двигают, глазами что-то делают и так далее, и так далее. Выражения на лицах у них появляются разнообразные. А с онлайном, конечно, труднее. Поэтому мне кажется, все-таки важно, чтобы у человека была пусть маленькая, но оффлайновая группа, где он мог бы взять и вот как-то обоюдно потренироваться, собрать там 3-4 единомышленника, сказать, а давайте попробуем вот это вот поделать. И честно говоря, вообще вот эта вот проблема презентации, вот я в начале этого года, 2012, я там был такой небольшой проектик, ну по сути провалившийся с Росатомом, где они там планировали какой-то корпоративный коучинг и так далее. Я, честно говоря, поражен был. Вот особенно после того, как я книжку Алексея прочитал. Вот все минусы, какие могут быть в тех техниках презентации, которые они там делают у себя на корпоративных мероприятиях, они там все были, начиная с того, что я посмотрел. Тогда я как бы не смотрел на это осознанно, в том смысле, что если бы меня спросили, а что конкретно не так, я бы, наверное, пальцем ткнуть не мог. Но я был, честно говоря, в ужасе, когда я посмотрел на руководителя директора программы «Радиационные технологии» называется, как он делает презентацию со сцены. Это ужас просто. Мне вот возник вопрос, мне очень захотелось спросить. Интересно, а кто хоть слово вообще понял из того, что ты оттуда говорил? Первое, тебя никто не слушал. Второе, это было абсолютно неинтересно. Третье, слайды, которые ты показывал, были абсолютно нечитаемы и неинформативны. И такое ощущение, что просто какой-то на сцене клоун был, который что-то делал не совсем понятно для чего, больше для себя. И при этом его самого, по-моему, еще колбасило от этого тоже, в общем, не слабо. Именно по вот той самой причине. Потому что не было резонанса, не было обратной связи. А как это, как сделать так, чтобы она была? Там есть, действительно, определенная какая-то кухня, как это делать. Вот. Так что, в общем-то, искусство, которое стоит освоить. Я считаю, что такие вещи, первое по приоритету, что нужно сделать, это попробовать собрать, пусть небольшую, там, 3-4-5 человек оффлайна, оффлайн-группу и попробовать презентации делать друг другу, если уж совсем, так сказать, никак. Вот. И если у вас, вы не можете делать друг другу, то, по крайней мере, найти каких-то преданных слушателей, да, и попробовать хотя бы, чтобы они дали вам обратную связь. Как, что нужно поменять там и так далее. Ну, и если такого варианта нет, можно попробовать делать онлайновые какие-то вещи. Можно попробовать собирать какие-то вебинары, рассказывать что-то на вебинарах, ну, и как-то там вот смотреть, что получается при этом. Ну, так как-то я думаю. Я думаю, что на самом деле все дело в этом. Я даже одно время сказал себе, что, наверное, я мог бы, в принципе, сделать какой-то проект, связанный с тем, что называется, на Западе называется stand-up comedy. Мог бы выйти на сцену и рассказывать какие-то вещи просто вот ради разговорного жанра. И это, ну, и, кстати говоря, опять же, вспоминая Алексея, там у него это в книжке упоминается, что, в общем, вот эта импровизационная комедия, когда человек выходит на сцену и непосредственно реагируя на зал, пытается рассказывать что-то, она очень многое дает тебе понять о себе вообще, кто ты, что ты, можешь ты вообще что-то людям рассказывать или не стоит. Потому что в голове всякие замечательные теории сооружать это хорошо, но финальный тест всегда заключается в том, насколько ты все это можешь донести других людей. Вот как-то так. И после того, как человек, допустим, провел, провели друг другу какое-то количество презентаций в онлайне, в оффлайне, что-то начало получаться, обратная связь какая-то, вот уже резонанс появился с аудиторией. Ну, начинается цикл... Расширять. Ты начинаешь смотреть на то, что у тебя получается, и то, что у тебя получается, будет уже гораздо более ресурсное внутреннее состояние, потому что ты с гораздо более четким стержнем внутренним сможешь это вынести на какую-то более крупную аудиторию. И да, наверное, поначалу придется... Ну, и то, что придет, а если вы хотите этим заниматься, поначалу, вероятно, наиболее благодарной аудитории будет какая-нибудь воскресная лекция в местной библиотеке на какую-нибудь интересную тему. Как правило, кстати, об этом договориться вообще несложно. Придумать какой-нибудь плакатик, собрать там 30-40 человек, им о чем-то рассказать интересном, и показать там какой-то путь, какой-то способ и так далее, и вот учредить некую такую традицию. А потом со временем, ну, как-то, когда аудитория разрастется количественно до некой там критической массы, когда, наверное, возникнет некий смысл монетизировать уже все это дело, можно попробовать монетизировать. В принципе, той же самой технологией следуют те же самые блогеры. Как блог обычно начинается? Человек начинает просто писать на какие-то интересные темы, и он довольно долго может писать в течение там года, двух или трех абсолютно бесплатно, никого никуда, ничего никому не продавая, ничего никому не продвигая, просто наблюдая за тем, как люди реагируют на то, что у меня есть, ну, рассказать этим людям. А когда накапливается какая-то аудитория достаточно большая, можно попробовать какое-нибудь живое мероприятие устроить, может быть, там бесплатно или за символическую плату. И со временем, по мере того, как будет расти твоя собственная уверенность в том, что ты действительно можешь этим людям дать что-то ценное, что-то достойное обмена, что-то такое, что стоит тех денег, которые ты просишь с этих людей, ты можешь совершенно спокойно выходить и ставить ту цену, которую ты считаешь правильной, и наблюдать, что произойдет, опять же, за обратной связью. Ну, а на прощание, как всегда, традиционный такой вопрос, чтобы вы на прощание? Пожелали нашим слушателям. Ну, я бы на прощание пожелал бы быть, наверное, немножко смелее и, наверное, помнить про то, что для меня это очень важный момент был. Я, наверное, еще раз вот проговорю, что я об этом упоминал в прошлый раз, что на самом деле даже вот моя Академия Ясного Коучинга, она родилась не потому, что я ее решил придумать, что я решил, что вот мне надо обязательно это продавать, как-то там систематизировать и так далее, и так далее. Нет, она, в общем, появилась, потому что ко мне стали довольно часто подходить люди и говорить, Олег, вот мы учились и там, и там, и там, и там, и мы не понимаем, почему ты со своим материалом, со своими вот этими вещами не сделаешь какую-нибудь Академию, чтобы все это было в системе. Я говорил, да зачем? Это мне как-то неинтересно. Вот, в конце концов, я понял, что нет, это надо сделать. Когда я тренерскую деятельность начинал, она тоже началась не потому, что я взял себе там, поставил какую-то цель, вот стану тренером, там, достигну такой-то аудитории и так далее, и так далее. Нет. Это происходило, потому что ко мне на семинарах все чаще и чаще стали подходить люди и искренне интересоваться, введу ли я какие-то собственные тренинги, потому что очевидно, что вы должны их вести. Видно по вам, что у вас есть, что сказать людям. И когда критическая масса достигла какого-то определенного размера, я понял, что да, пожалуй, надо это делать. Пожалуй, мне есть, что людям показать, рассказать и сделать. Так что так вот. Я, в общем, наверное, пожелание, которое я хотел бы сказать, что следите внимательно за обратной связью. Вселенная вам всегда тщательно подсказывает, чем вам стоит заниматься. К вам подходят люди, и они вам говорят об этом. Нужно только внимательно слушать. Ну и, соответственно, наверное, с другой стороны, если вы где-то присутствуете, будь то на вебинаре у меня, например, да, или там на семинаре где-то, поверьте мне, что выступающему очень важно получить обратную связь по существу. И он вам будет безмерно благодарен, если вам что-то такое скажете. Что вот это у вас получается хорошо, а вот тут я бы сделал вот это и так далее. Даже если он с вами не согласится, даже с вами будет спорить, даже если он в первый момент покажет там обиженный, оскорбленный вид, на самом деле он потом сядет, подумает, пораскинет и в следующий раз исправит. И вы тем самым и себе поможете, потому что вы сами начнете гораздо лучше понимать, как правильнее работать с людьми, с аудиторией. И ему тоже поможете, естественно. То есть вы можете потом похвалиться, что... А вот знаете, вот на прошлом семинаре я Олегу Матвееву сделал замечание, что неплохо бы делать перерывы, каждые хотя бы минут 30-40. И он со следующего вебинара стал их делать. О, видите, я принес свой вклад, так сказать, в просветление этой планеты. И это будет правда. Действительно, если бы мне никто не сказал бы, я бы так и молотил бы два часа подряд. Я не устаю. У меня хорошо все. Так что такое вот мое повелание. Огромное спасибо. Да, ну тоже спасибо вам за то, что слушали, за то, что задавали вопросы все-таки. Ну, я думаю, еще услышимся. Я тоже так думаю. Итак, ну пока, дорогие слушатели. Всего доброго. До следующей встречи. С вами был Олег Матвеев. Интервью жила Алина Даниэль. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok